Наверное, нет ни одного военного конфликта, в котором бы не участвовали устьюжане. Африка, Сербия, Карибский кризис, Афганистан и Чечня. Некоторых участников тех боевых действий уже не стало. Остальные ежегодно собираются вместе у памятника воинам-интернационалистам. Мы отдаем долг памяти воинам-интернационалистам, которые выполняли свой долг за пределами территории нашей страны, Советского Союза, Российской Федерации. И второй момент – это, конечно же, патриотическое воспитание нашей молодежи. Они должны знать о том, что ребята на 5-10 лет старше их совершили настоящий подвиг, настоящий пример отваги, каким должен быть настоящий российский воин. Тех, кто служил в горячих точках, мы узнаем не только по орденским нашивкам на штатской одежде. Мы узнаем их по спокойным, твердым лицам. Это люди, на которых всегда можно положиться. Я хочу поздравить всех, кто воевал с нашим праздником. Ну а вам, ребята, сказать, мы живем в великой России, в великой стране, в богатой стране, на которую точат зубки разного рода проходимцев. И, к сожалению, иногда приходится этим проходимцам показывать их место. Обычно здесь не говорят громких слов и речей. Встречи проходят скромно. Вместе с мужчинами к памятнику пришли женщины, которым также приходилось участвовать в боях. А те, кто не вернулся на родину, почтили минуты молчания. Важно, что в стороне не остались юные устюжания. Ведь, как сказал один из воинов-интернационалистов, это то, о чем хочется забыть. Но забывать никто не имеет права. С нашего великой района призывалось больше ста человек. Многих, конечно, уже нет живых. Многие погибли. Многие ушли в мир на жизни уже и в жизни. Но те, кто остался жив, мы должны помнить, вспоминать, по крайней мере, знать своих героев. После возложения цветов в память о погибших участники митинга и ветеранов боевых действий отправились в городской дом культуры. Там состоялся концерт, посвященный 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Евгения Шемякина, Антон Карев. Новости провинции.